Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования, детская шалость с огнем. В большинстве случаев подобные происшествия являются результатом человеческой беспечности и пренебрежения правилами безопасности. Поэтому так важно проводить компании подобные акции «Безопасность в каждый дом». На первом этапе акции с 1 по 14 февраля в центре внимания спасателей были многодетные семьи и семьи, где дети находятся в социально опасном положении. Работники МЧС посетили дома и квартиры, где провели интерактивные беседы со всеми членами семьи о соблюдении правил безопасности в быту и при эксплуатации печного отопления и электрооборудования, а также рассказали об опасности оставления детей без присмотра. Кроме того, работники пропаганды МЧС предложили родителям и детям сыграть в безопасный дом, а также продемонстрировали видеофильмы МЧС «Не оставляйте детей одних», «Не детские игры» и мультфильмы «Волшебная книга» или «Спецотряс 112». Взрослые получили брошюры «Энциклопедия безопасности для родителей» и прошли специальное тестирование. Мероприятия второго этапа акции прошли с 15 по 23 февраля, в торговых объектах, общежитиях, предприятиях и организациях, местах с массовым пребыванием людей. Финалом кампании в столице стало широкомасштабное мероприятие, организованное работниками пропаганды МЧС для многодетных семей и семей, где дети находятся в социально опасном положении. Для ребят, которые состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних на территории ОМОН ГУВД Мингорсполкома. «Сегодня в рамках республиканской акции «Безопасность в каждый дом» мы собрали всех субъектов профилактики для того, чтобы напомнить в очередной раз о правилах пожарной безопасности, о алгоритмах действий в случае возникновения в чрезвычайной ситуации и, конечно же, сработать на упреждение». Стоит отметить, что к проведению данного мероприятия подключились и представители Белорусского добровольного пожарного общества, ГАИ, ОМОНа, Мингаза, Белорусского общества Красного Креста, Республиканского отряда специального назначения МЧС «Зубр», Белорусского детского фонда, Минского отделения Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных, Военно-патриотического клуба МЧС, а также МОП БРСМ. «Безусловно, для Красного Креста одним из поводов участия является обучение навыкам первой помощи. Наша палатка предусматривает все возможности для проведения мастер-классов и практического обучения таким навыкам». «Эту работу мы проводим не только в рамках этой акции, но на протяжении всего года. Очень приятно, что у нас сложились очень добрые и тесные отношения, потому что мы занимаемся одним общим делом. Безопасность наших граждан в их руках и в наших руках». На празднике безопасности для всех участников была организована концертная программа, тематические викторины с розыгрышем призов, выставка специальной техники, практическая отработка эвакуаций из задымленного помещения, освоение правил использования первичных средств пожаротушения, изучение правил оказания первой помощи пострадавшему, знакомство с кинологической службой МЧС. На макете газовой плиты продемонстрированы способы тушения загоревшегося масла, организованы интерактивные площадки для обучения правилам безопасности жизнедеятельности. А ростовые куклы не только украсили это мероприятие, но и пригласили всех гостей продегустировать настоящую кашу полевой кухни и чай. «Это очень важно для нашего населения в целом, чтобы люди видели, как развивается техническая база органов тренинг дел, в том числе государственной автомобильной инспекции, наших коллег из министерства по чрезвычайным ситуациям, что мы не стоим на месте, мы работаем в целях безопасности для всех граждан нашей страны». Спасатели уверены, что качественно жить, строить планы на будущее и расти детей невозможно без самой главной составляющей – безопасности.